Осень идет! Встречай ее в новых образах! Заходи на Озон за яркими преображениями! Прислушайся к себе! Какой ты хочешь быть и смело иди за собой! Выбирай свои тренды на осень! Новый стильный сезон ждет тебя на Озон! Доброе утро, красотки! Скажи мне, доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, ты уже встала? Да? Ну, пока я встала. Приветствую Тазастоя! Это влог одного дня, одного нашего выходного дня. Я поняла, что я так много в последнее время снимаю и монтирую, и долго монтирую влоги из путешествий. Что давно-давно просто я не снимала мой здоровый малыш. Обычный влог. И вот сегодня такой день. Сегодня воскресенье, конец августа. Мы проснулись пять минут назад. Сейчас будем выходить к нашим пирожкам. К денису кеви. Они, кстати, сегодня идут в поход. А мы нет. С стаканчик. Горячий водой за вас, за меня, за эту жизнь, за этот день. Доброе утро! Добрый день! Да! Да! Что там? Цветочки? Цветочки. Ева, ты сегодня куда-то идешь. Что скажи? Поход. Что за поход? С кем? С садиком. С садиком? Прям совсем садиком? А кто у тебя главный взрослый будет сегодня? Папа. А кто у тебя главный взрослый будет сегодня? С садиком? Папа. Папа. Вот так вот давай. Оп! Ноги туда. Халасана. Халасана. Вот это какая вот? Мяу. Мяу. Как называется? Мяу. Правильно. А вот это как? Синие. Да. Ты круто. А вот это? Синие. 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 Нет. Так она прям правильно называется. То есть ты сказала про не щенок. Но не щенок, а... Синие. 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 не всегда выходной завтрак такой. Мы выходим из дома. Потом у нас какая-нибудь движуха обычно. Либо идем в какой-нибудь ТЦ, либо идем куда-нибудь далеко гулять, либо куда-то едем. Редко прям бывает, что у нас спокойные выходные на самом деле. Очень редко. Я сходила в душ, сейчас умоешь, и мы пойдем на завтрак. Кстати, мы всегда заказываем, ну не всегда, а вот когда идем так вот на завтрак, чтобы не ждать в кофейне минут двадцать, пока готовят еду. Все равно это терпение детей, ничем это нам надо. Если мы дома можем в это время наоборот собраться. Немножко доделать свои дела. И мы звоним заранее. Мы предупреждаем, что через двадцать минут придем, и они начинают готовить. Это очень удобно. А мне две косички можно? Да. Своими ногами идет человек на завтрак. Мера! Малыш в поход Малыш не идет в поход Малыш не идет в поход У Мира домик Молодец Девочка Итак, у нас 10 утра Часть нашей семьи отправляется в поход Часть нашей семьи остается Часть нашей семьи остается здесь И у Мира как раз скоро первый сон Я бы так с вами хотела сходить Прости, мама Мира обнимается с тобой Пока-пока Пока-пока Давайте Если будет возможность, снимите, пожалуйста Горизонтально мне Опа, опа, опа А меня, а нос Я с мамой Не оставляйте меня с мамой Ты с мамой сюда А я с папой А я с папой Не оставляю Так Телефон включи Готовы выходить на первый сон Я беру с собой И наушнички, конечно Потому что будут Слушать музыку Беру с собой микрофоны Чтобы Вдруг на улице Вам записать что-нибудь Станавливаться Подгузники Белый шум Крабик Сюда Сюда Надо набрать Теплой воды Мне Мира наводит В свои порядки Вытащила все белье Из стирки Из белья Точнее Из корзины для белья Так Нам нужна С тобой Одежда Смотрите на эту Миру Щечко Это шапка Это вообще Что-то с чем-то Меня постоянно Про нее все спрашивают Потому что Она очень похожа На Эти шапочки Для новорожденных Которые были В нашем детстве В моем детстве У Мира идет Жевательный зуб И поэтому Она уже третий день С белыми соплями Прозрачными И Все кусает Все Жует Я с Денисой Недавно обсуждала Что Нам Примерно годик Спокойной жизни Еще предстоит С Мира Потому что Я помню Как у Евы В два года В два Ну прям С копеечками Начался кризис Трех лет Это вот когда Просто ребенка Подменяют Это когда Начинается Я все сам Я все хочу И как бы Оно классно Если бы не сопровождалось Столькими истериками В течение дня Опять же Так как мы уже проходили Мне кажется Это все с Евой Я думаю Что с Мира Будет легче Просто нам легче Не в плане Ребенок обязательно Должен быть легче А просто мы уже знаем Что это Как это Мы уже не будем Типа в шоке Да? Пизожки Маленькие такие Пизожки Ну что ж Стоило нам приехать В парк Малыш Уснул У нас прекраснейшая погода Сегодня 20 градусов Обожаю Когда Мне дико жарко И Можно бесконечно Гулять В такую погоду Хочу вам показать Сейчас места В которых мы Любим гулять Обожаю Екатеринбург Особенно летом Он максимально Солнечный Яркий Живой Вот собственно Наша красивущая Набережная Здесь можно гулять Везде Тик-тик-тик-тик-тик Здесь проходить Идти туда Возвращаться Вот здесь Здесь делать круги А там Дендер парк Большой парк Из которого Мы только что вышли Вот эти домики Я очень люблю Вот эти вот маленькие Кстати В одном из таких домиков Мы встречались С моими подписчицами Йогинями Проводили Первую йога практику Там кстати студия Уже закрылась Но она была мне кажется Одна из самых таких Шикарных студий Нашего города Большая Красивая В красивой локации А сейчас этот ресторан Кстати очень хороший Это здание Которое Похоже на ананас Посмотрите Какая тут красотища Растет Гортензия Просто невероятная Какая-то Умопомрачительная Очень красиво Она знаете Как какой-то Пирог В центре Клумба такая Чик-чик Прекрасно гулять В воскресенье утром Когда никого нет Хотя казалось бы Уже почти 11 утра Для нас это уже не утро Покажу вам здесь Нашу прекрасную Реку И сеть Вот она Протекает А еще кстати У нас такая Классная Фишечка города Ну не знаю Может быть есть еще Где-то так Вот эта красная линия Видите да Идет Она идет по Всем значимым местам Классным достопримечательностям города О Рыбаки Добрый день И по сути Ты можешь ничего не гуглить Ничего не смотреть Что посетить там В Екатеринбурге Просто идти по этой красной линии И ты Дойдешь до самых значимых И классных мест Удобно Но об этом еще надо знать Потому что многие думают Что это Какая-то велосипедная дорожка Или что-то такое Саша попросила Немножко поснимать Видео Вот мы С Евочкой Едем Ев, тебя видно? Да А то я одной рукой И смотрю вообще На дорогу Вот мы уже заехали В какой-то лес А нам До места старта Еще ехать 24 минуты Начали поход Немало собралось Детей Посмотрим Сколько сделаем шагов Ну где-то полторы тысячи Начали Я вот Запозданием Так что полторы тысячи Было исходно Нашли тут Чернику В природе Пойдем покажу Какую-нибудь ягодку Вон черненькие ягодки Вкусно? Да Очень вкусно было Классно в природе Сесть ягодку Мы как-то с Евой Два года назад Ездили на мотоцикле По лесу И она спросила Что это за Такие Растения Я говорю Это папоротник Она говорит О А мама Ротники бывают? Проходили препятствия Ева Сама прошла По бревнышку Сама Равновесие удерживаю Ребят Пойдемте дальше Прикольно тут Пап Я хочу здесь Давай Федя Смотри Где я Федя Ты Даллас Три Два Три Куды Куды Вот у нас такой проход Коридор Средь Маленьких Молодых Сосенок Или не сосенок Вот потом из них 95% С лишним умрут И осталось только Самые сильные Высокие Крепкие Пройдет Разрядка Вот реально Например Вот это останется И вокруг Вот этих всех Не будет Потому что не хватит мест Скорее всего Останется вон то По толще Которая здесь Вот такая вот Конкуренция в природе У людей конечно Конкуренция намного проще Намного Быстрее можно Что-то делать Передвигаться Менять стратегию А вот у дерева Намного Сложнее У тебя есть Исходные данные Ты не выбираешь Где расти С первых дней Многие из них Обречены на провал А у 100% людей Есть возможности Заниматься тем Чем хочешь И добиться всего Чего захочешь Да Федя? Мне вообще сложно поверить Что всего год назад Я приняла решение По выходным Не работать А устраивать Нормальные себе выходные Реально Нужно было Чтобы родился Второй ребенок Чтобы осознать Что ты уже не вывозишь Быть везде И всюду И активно И хорошо И выходные проводить Как подобает Выходным То есть просто Расслабляться Выдыхать Делать То, чего хочешь И не транслировать Это обязательно Где-то Я вообще впервые Выходные снимаю Кстати За этот год Но съемка для меня Я уже много раз говорила Что съемка Это не равно монтаж И не равно Обработка Снятого То есть Снимаю я Просто вот все Что живу Живу и снимаю У меня нет такого Что я прям Трачу огромный ресурс Что-то снять Потому что я Ничего не придумываю Просто вот Мы идем гулять Я снимаю Куда мы идем А вообще Частенько Вот меня спрашиваете Смотрю какие-то сериалы Или нет Я вообще в жизни Очень мало Смотрела сериалов Вот прям Три Или Два Не знаю Но зато Я смотрела Выжить в Дубае Вот так вот И прям Для меня это были такие Супер Расслабляющие выходные Знаете Когда приходит еще няня У нас по выходным Приходит няня На прогулку с мирой Сегодня как раз Она не смогла Заранее предупредила Но это вообще окей Тем более Когда ты один С ребенком Лафа Можно сказать Но я опять же Не то что оставляюсь няней Такая сама ухожу Нет Я скорее делегирую Прогулки Сны Вот с коляской Кормлю я всегда Миру сама Дома тоже как бы Я с ней коммуницирую Понятное дело Но опять же Классно иметь просто Возможность Либо выйти И знать Что ты можешь В любой момент выйти Это очень крутое ощущение Так вот Никак не могу Та рассказать Когда например Приходит няня Они уходят в мир гулять Я просто Зарываюсь в свою кровать Включаю Выжить Дубай И смотрю Столько серий Сколько смогу Сколько успею Мне на самом деле Очень нравится Это шоу Это наверное Единственное шоу Которое в целом Мне вот так вот зашло Понравилось Я помню что в детстве Форд Боярд Я еще тоже смотрела Что-то подобное Мне кажется было Вот эти вот испытания Я очень люблю Так мы с вами дошли До памятника клавиатуры Между прочим Давайте-ка покажу Вот такая у нас с вами Незапланированная Экскурсия по городу Получается Это да Просто памятник клавиатуре Дети любят здесь прыгать Бегать Почему бы нет Вот мы с вами ехали-ехали Доехали до памятника Битлз Да Такое тоже у нас есть И очень классного ресторана Прям очень хороший ресторан Будете у нас в Викторбурге Заходите Обожаем Любим Так вот здесь мы как раз Можем подняться Продолжаю историю Про выжить Дубай Так вот Это такое шоу На которое я бы Если честно Поехала Я обожаю такое Вы понимаете Там вот эти вот Малые испытания Особенно Если вы смотрели Я думаю Вы Зная меня Понимаете Что это прям Про меня Я обожаю Все эти настолки Вот эти вот соревнования Это просто Вот моя стихия Я это обожаю Я перематываю Всякие там склоки И всякое обсуждение Кого-то Кто как поступает Кто что там Додумывает Какие-то Коалиции Ну короче Я понимаю Что это реалити-шоу И понимаю Что нужно там Быть где-то Более эмоциональным Где-то Доигрывать Где-то Переигрывать И это тоже нормально Но я это перематываю Мне это неинтересно Вот эти вот Какие-то рассуждения Кто что там Подумал Против кого Но я понимаю Что если я бы Пошла на такое шоу Я бы не смогла Вот это вот Знаете Строить из себя Я бы не смогла Играть не себя То есть я так не умею Вот это вот Чересчур Какое-то Типа вот мы в игре Мы должны там Где-то эмоционально Очень утрировать Все Ну я конечно не знаю Я в таком ни разу Не принимала участие Может быть знаете Включить камеру Именно Телевидение Вот это вот Все Атмосфера И я бы Тоже как-то Себя по-другому вела Где-то прям вот Too much Я прям смотрю И так думаю Ребят Ну вы серьезно что ли Вам потом не стыдно Будет это Смотреться мимо Когда выйдет это На экранах Телевизоров Но именно в плане Как игра И как шоу И как вот эти соревнования Не столько даже Десять миллионов Вот эта цель мне Важна была бы Мне кажется Просто Принять в таком участии Я бы хотела Но Туда нужно ехать На месяц Я уже такая говорю Как будто меня пригласили И я думаю Ехать не ехать Не ну я понимаю Что в целом Могли бы пригласить Меня приглашали Ведущие Орла и Решки Но Евочка была Очень маленькая Да и не только Дело в том Что Евочка была маленькая Если честно Это если взвесить Прям уже Все за и против Я поняла Что А я это и не хочу То есть знаете Это не прям Какая-то моя мечта И мне нравится Больше путешествовать С моей семьей Нежели С какой-то съемочной командой Даже если это Ну весело И классно Можно обрести Знакомых друзей Ну как-то Не прям уж ценность Для меня номер один Мне нравятся Мои выпуски С путешествий С моей семьей Разделять эмоции Знаете Я вот про то Что Не важно Куда Главное с кем Поэтому я отказалась Вот А выжить в Дубае Прикольная тема Но там тоже на месяц То есть получается Минимум через год Я бы такое смогла Да я вообще даже не знаю Смогла бы я на месяц Я никогда в жизни На месяц Даже на две недели Я никогда Не уезжала от Евы У нас был максимум Это на Семь дней Мы с Денисом Уезжали в Венгрию вдвоем Когда мы отлучили Я отлучила Еву от Грудного вскармливания Ей было Два и пять Мы с вами вот как раз Пришли на эту улочку Горького Здесь отгулять Тоже одно удовольствие Очень красиво Чистенько Хорошо Я сняла пиджак Надеюсь в мире Там не жарко Ну она же без движения Лежит Поэтому думаю не жарко Она вообще теплолюбива Ребенок Так вот я не закончила мысль Вот скажите Вы меня видите в таком шоу Как вы думаете Я туда подхожу И болели бы вы за меня Скажите честно Ну прикольно Я этого не видела Умеешь играй И стоит инструмент Так продолжаем экскурсию Я все еще на той улице Горького Вот она Это очень классное Кстати тоже заведение Вон наш цирк А вот это Золотой Это стадион Но не тот На котором мы встречались Это ледовая арена Уже скоро будет открытие Кстати А вот этот дом Высокий Называется Эверест Я наверное хочу в парк Я больше всего люблю В парках на самом деле Гулять Не по городу А именно в парке Поэтому разворот Вот мы заехали в парк Я отсюда немножко Отошла Потому что там было шумно Ну там вот уточки всегда Их все кормят Вообще это тот самый парк С которым мы жили рядышком Еще тогда Когда Евы даже не было Прикиньте То есть я была Еще даже не беременной Евой Вот может быть помните Когда мы здесь С Денисом В 5 утра бегали Вот эти вот влоги мои Моя магия утра Которая была раньше Вот это тот самый парк Мы даже в этом парке С Денисом Вот здесь вот Будет сейчас Такое круглое местечко Репетировали свадебный танец Меня кстати Многие спрашивают Насчет няни Насчет чувства вины Есть ли у меня чувство вины Когда я оставляю ребенка с няней Знаете Сейчас Абсолютно нет Нет Не потому что Двое детей сейчас Наверное потому что Я ответила себе на вопрос Какой я мамой хочу быть И получив от себя же Ответ Счастливой Реализованной Довольной Ресурсной И понимая Что это ребенку Тоже нужнее Я просто поняла Что это невозможно Такой мама быть В моей реальности Не говорю Не обобщаю За всех Невозможно быть такой мамой Не прибегая к помощи Няни Ну или дополнительной Какой-то помощи Там бабушек Но просто бабушек Эксплуатировать Тоже знаете В формате Вот приди сегодня Приди завтра Приди тогда То есть у них тоже Своя жизнь есть Я не хочу Поэтому было принято решение Именно Искать няню А вот смотрите Тот самый круг Вот здесь мы с Денисом Репетировали Несколько раз Наш свадебный танец Ну что мы уже дома Опа Опа Пришел обед Спасибо До свидания Мира поспала Два часа Но это в целом Ее нормальный режим У нее сейчас Два сна Напоминаю Этому пупсику Год и один Первый Начинается в 10 утра И заканчивается в 12 А второй сон Начинается в 4 И заканчивается примерно в 5 5.30 иногда И она уходит в ночной сон В 10 И просыпается утром В 7.30 примерно Точно она не готова Пока переходить на один сон Я знаю, что Многие переходят уже в этом возрасте На один сон И в ночь В таком случае Ребенка укладывают раньше Ну, то есть, например, в 8 вечера И в целом у него тогда Ночной сон очень длинный Это тоже окей Но для нас это не формат Потому что У нас вечер Как бы такой суперсемейный Вот как раз С 8 до 9 Мы там Вместе что-то немножко болтаем Играем В сказки читаем И если я буду одна Уходить с мирой Потом возвращаться сюда Чистить свои зубы Делать все эти Гигиенические процедуры Как будто бы Двойная работа, знаете Хочется уже Вот мы когда расходимся По комнатам Уже вот уйти И все И уйти спать То есть я никогда Потом не возвращаюсь Что там? У тебя мишка? У тебя мишка? Пока здесь срочно Мишка Ты моя мишка У меня мишка У меня тоже девочка Прекрасная Пойдем запускать Стиралку Мишка Мишка Ты запустил Мишка Ты молодчина Пришла сама Держи носочек Клади туда Молодец Клади туда Бросай Держи еще Бросай Туда Молодец Еще Детский труд Это вот о чем я говорила Когда Имела ввиду Что дела Все делать надо На бодрствование Ну то есть Если у меня Например Не было бы помощи Я просто была бы Мамочкой В декрете То сто процентов Сны ребенка Я бы посвящала себе А не домашним делам А вместе С ребенком Во время бодрствования Все бы делала То есть Менять локации Запускать там Посудомойку Стиральную машину Развешивать Главное менять локации Чтобы он не заскучал Ребенок А так это же Им все интересно Самим Все это Изучать Делать Помогать Держи еще Все Запустили Пойдем кушать Мира Пойдем Ням-ням Ой Стиральная машина Начала работать Водичку Заливай Вы у нас так давно Не были в гостях В онлайн формате Что Не знаю Это у нас появился Детский стульчик Такой же как у Евы Был абсолютно Один в один Вот Евы Рядышком Точно такой же Только без стола Потому что Она уже Большая Удобнее без стола Есть Ну и без ремней Здесь вся комплектация Потому что Это самый офигенный стульчик Ты идешь есть? Пойдем Самый офигенный Самый удобный стульчик И всех Который Мы когда-либо Пробовали Пробовали Мы немало В нем Ребенок не заваливается Вот так назад Нормально сидит С ровной спиной Руки полно И кушать Смотри Мира Вкусняшка Обед И пони здесь тоже будет Сминячик Подъехал Опа И помидоры И помидоры Из деревни И огурцы Кстати Интересно Как сейчас Денис И Евой Едят Мы взяли с собой Хлеб Сосиски Огурцы И яблоки Батончики Ну что Жарим сосиски С хлебом А потом Костра Не будет Мы едим Маршмеллоу Кавакаса Может приехали Ну как тебе Горящее сердце Маршмеллоу Огонь А я Пушка У меня хотелось бы еще Ну давай еще поджарим Ну такие маршруты Не сильно Сложные Есть куда вставать Привал Детей хотят собрать На одном бревне Чтобы сделать Профессиональную фотографию Только хотела Сесть И с вами поговорить О том Что у Миры Намного лучше Пищевой интерес В сравнении Со старшим пирожком Ну я не в плане сравнивания У этой лучше Что-то у этой хуже Ну просто очевидно Объективно Ева прям Молодежка была Всегда И меня это всегда удивляло Потому что она Всегда выше всех Там В группе своей Стадичной Набирает вес Не прям пухляш Но и не Худышка Прям знаете Когда кожа до кости И По витаминам у нее Все окей По анализам Но она всегда Я не знаю Чем она питается Ну она очень мало Ела всегда То есть она наедалась Быстрее И вот в таком возрасте Вообще очень мало ела Мне казалось все время Что она не добирает Что она как-то это Плохо ест Да мяк 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 Хочешь попробовать Секун Давайте Вроде Дам Еще Давай Отрежу Даже еще Секун 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 У нас бывает Мира за завтрак Поест больше Чем Съесть больше Чем ела По количеству Каши Или омлета Или сырников А еще бы у нас Супер давно Не бывали в кабинете И у нас здесь Вот такое обновление Произошло здесь Раньше были барабаны Электронная установка Именно электронную установку Я продала Потому что поняла Что не люблю На электронной установке Играть И что я хочу ходить В студию Нормально Играть на нормальной установке Потом здесь стояли Мои штативы И было принято решение Уже сделать В мире уголочек Нормальный Не зону там В зале Общую А вот именно Нормальный ее уголочек Где будет все По полочкам Я очень конечно Этому рада Потому что здесь все Сейчас четенько Красивенько Разделено Как я люблю И даже пригодился Тот ковер Может быть вы его помните На котором Мира лежала Когда она была Вообще супер маленькая Когда просто нужна была Локация Для того чтобы на полу Находиться Но она еще не ползала Только на животике Там вот выкладывали мы ее Прям очень так хорошо Мне кажется По цвету подошло Но я так не могу еще Привыкнуть Что она вообще Ходит уже Ты уже ходишь Мира Ты уже большой человек Кстати В деревне Привезли Огромное количество Вещей Следующих Следующего возраста Который мы От Евы Тебе достать Мира Тебе достать ящик Который мы От Евы Отложили Следующему пупсику Еще не знаю Кому Отложили Тут надо Подразобрать Что-то Потому что Я уверена Какие-то вещи Я не захочу Вообще Оставлять Какие-то вещи Скорее всего Вообще Очень классные Вот я уже вижу Буквально Не поношенные Это я помню Бабушка моя Дарила Которая сейчас 88 лет Но это тебе Конечно Еще Рановато Если Если мы Увидим яркую Одежду Это скорее всего Не скорее всего Это с вероятностью 99,9 Покупала не я А вот например Всякие Такие вот Колготочки Серенькие цвета Или Розовые Нежные Какие-нибудь Персиковые Вот это платье Помните Я вам На год В нем ходила Но Мира Немножко Она по миниатюрной Девочка Поэтому У нас Все знаете Так немножко С отставанием Месяца два Мне кажется По размерам Потому что Даже Ева Была 10 килограммов В год А Мира 8 Но это вот Сказывается Ой киски Такая мадам В халате С бабушкой В руке Вау Богатство Богатство Весей Помните Эту игрушку Еще Со времен Года Ебаных Наверное Она Офигенная На самом деле Я сама Так люблю Тут нужно Вылавливать Червячков И вот эти Маленькие Детальки Но при этом Их невозможно Съесть Ну конечно Надо под контролем Все равно Играть с ребенком С взрослым Но Есть потому что Такая же Игрушка Где ты Вылавливаешь Рыбок И рыбки Как раз таки Вот маленькие И кругленькие Они такие под размер Их можно засунуть В рот легко И съесть А вот червячки Все таки Очень тяжело Можно пальчиками Прям пытаться достать Тогда вот Моторика Тоже Развиваются Маленькие Они такие Их прям Хочется потрогать Пощупать Цвета Изучать Все такое Можно удочкой Главливать Магнитиками Вот так Прям долго С ней можно играть Приветики У нас W2 Мы снова в парке Но уже в другом Я села на подгузник У дерева Потому что Я с собой не взяла Ничего На что можно сесть И мне не хочется Сидеть на Лавочках Потому что Лавочки находятся Прямо на дорогах Когда мимо дорог Там все проходят Шумно Получается Громко Ну и я люблю Если честно Где-нибудь В уединении Потусить Посидеть Няня У нас Которая к нам Приходит На постоянной основе Она когда гуляет С мирой Она с собой Берет стульчик Это очень Мне кажется Гениальная вообще Идея То есть она Всегда идет Когда в пар гулять Она берет С собой стульчик Когда мира засыпает Они тоже идут Куда-то Вот вглубь деревьев Где не так шумно И приятно сидеть И она ставит Просто стульчик свой Раскладывает его И сидит там Читает книги Идеальная погода Сегодня Вообще супер И написала Денису Что у них вообще как Потому что прошло Пять часов С их начала Начала их пути И если честно Я как бы Не уверена была В том что Ева вообще может пройти Даже в одну сторону Потому что там В одну сторону Три с половиной километра По всяким Горам Всяким лесам Это Сложновато Но классно Что они в компании Своих ребят То есть Садичные ребята С которыми она дружит И это конечно Совершенно другое Нежели она бы пошла Просто с нами вдвоем С Денисом например Потому что она бы По-любому Ныла Просила бы на ручки А тут Денис сказал Что ни разу Она не просила еще на ручки Все идет своим ходом Надеюсь Что-нибудь там Денис поснимал Мне кстати Только что пришла СМС О завтрашнем приеме У Евы завтра Очередной сеанс У стоматолога Под седацией И я здесь на ютубе Даже не поднимала Эту тему Во влогах Потому что я особо Влоги в последнее время Реально не снимала Я очень долго Монтировала Влог Алтая До этого была Грузия Потом был Намаскарфест Ну короче Много таких Знаете Полноценных Фильмов Я бы сказала Влогов И если что-то снимала Такое То я в рилсе Это выставляла В шорсы Вы могли видеть Рилс Либо шорсы На эту тему То что Мы решились На седацию В общем начать надо С того что С нашей охренительной Гигиеной Потому что Я другого слова Вообще не подберу Как мы подходим Гигиене зубов И у Евы Тоже То есть у нее Все этапы Нитка Мы на пучок Реминировизирующий гель Постоянная гигиена У нее Обнаружилось 8 кариесов То есть можно сказать 4 места Потому что На контактах Между зубами То есть 8 зубов Задето Но 4 ситуации Раз Два Три Четыре Это все конечно Дальние Жевательные Пятерки Четверки И в чем Ситуация В том что У нее очень быстро Развивается этот кариес То есть вообще Кариес на молочных зубах Он очень агрессивный Это не кариес На коренных зубах Как у нас У взрослых За месяц Просто до пульпита Может развиться Вот так И прикол в том Точнее не прикол А печальная ситуация В том что Скорее всего Ей досталась Моя генетика Или моя слюна Я не знаю Ну в общем Что-то мое Ей досталось Потому что Если вы Кто это Что это был Смотрю Вдруг у меня появилось Две родинки А у меня А у меня Она всего Одна Я родил Комар Если вы давно Со мной На канале Вы знаете Какая у меня Долгая И мучительная История зубов Сколько миллионов Оставлено В моей Прекрасной улыбке Которая На самом деле Еще даже Не до конца Готова Но не буду Сейчас даваться Подробности В общем Суть в том Что Нужно уже Лечить Не просто Знаете Под гелем Который Обезболивает Местно Еве А уже Нужно нормальное Лечение С анестезией Это уколы Анестезии Это установка Кофердама Не очень приятная Не очень удобная И в сознании Ева Я точно знаю Она бы это не Она бы это не вынесла Она В целом Каким-то неудобством Каким-то Знаете Шов наружу Не наружу Точнее А шов у футболки Будет как-то торчать Ей будет колоться Она скажет Я не буду надевать Это И просто психуется Короче Чувствительная Она человек Поэтому любое неудобство Даже если Мы это проговорим Что это надо Что там Иначе можно вообще Лишиться зуба И это важно сделать Она все равно Не дала бы это сделать Сто процентов Ну просто Она бы избивалась Что это Это я все время Сижу с тоналкой Ужас Вот это Самое нелюбимое Моя когда ты Пачкаешь тоналкой Вещи Она потом еще Не отстирывается Надеюсь Это не тот случай Потому что Это моя любимая футболка И нам предложили Лечение под седацией Седация Бывает разное Многие когда слышат Седация Они думают Что это общий наркоз Я была сразу же Против общего наркоза Я сразу решила Что лучше Даже несколько лет Она будет с этими Кариесами находиться Или мы сделаем Что-то максимально Знаете Такое Ну типа Залепить как-нибудь Но короче Не общий наркоз Я боюсь общего наркоза Это когда полностью У ребенка усыпляют Для мозга Там последствия Ну в общем Оно все знаете Как-то для меня Вот прям Я сразу слышу Нет Мне плохо становится Может потому что Я конечно Не сильно осведомлена В этой теме Но что-то мне подсказывает Что это не наш путь Ну и слава богу Мне понадобилось Потому что седация Другого вида Это нахождение В сознании Но под определенным газом Это закись азота Которую тебе пускают Ну ребенка пускают В нос Через специальную трубочку И ребенок находится В сознании Он с тобой разговаривает Он отвечает на твои вопросы Но он в очень Расслабленном состоянии Как мне объяснила врач Это состояние Как будто легкого опьянения Для взрослого человека Так что Ева Второй раз Вот завтра второй раз У нее уже будет Будет в легком опьянении Но это намного лучше Чем вообще не лечить зубы Потому что Эти манипуляции Она позволяет сделать Под вот этим Под этой закисью Я вам сюда вставлю кадр Как это выглядело То есть она отвечает на вопросы Она смотрит мультик Просто на кого-то Закись азота не действует Получается Три недели назад Был первый сеанс Когда Еве вылечили Два контакта тоже То есть два зуба За один раз И это заняло 45 минут То есть 45 минут Она давала себе С открытым ртом делать манипуляции Ну типа гигиены Зубов длится 20 минут С мультиками И с тем что Там не нужно ставить кофердам Она всегда это давала делать Вот сколько раз Мы уже ходили на гигиену Но все равно Она такая уже там Под конец Типа когда уже все Мы всегда это подкрепляли Игрушкой Потому что ну иначе Вообще замотивировать Там сидеть Она конечно знает Что это дает В плане здоровья зубов Но все равно У нее очень быстро Кончалось терпение Усидчивости просто Ну не хватает для этого А тут 45 минут Вот этих всяких манипуляций Я просто смотрю такая Но я так боялась Как она выйдет из седации То есть в каком состоянии Она будет Что она будет говорить Ну я вам скажу Что она была очень капризная Она прям просто рыдала А почему? Потому что Отошло ее вот это вот Расслабленное состояние И ощущение анестезии То есть И оно же неприятное Вот вспомните Как вот когда у тебя Заморозили пол щеки Это новое абсолютно ощущение Никогда такого не было Язык ее не слушается Десна не слушается Она вот так вот улыбается Вот так Да И у нее вот эта Часть получается не слушается И она перекашивается Так вниз Это улыбается Она смотрит на себя в зеркале Она боится Хотя я пыталась Как бы перевести в шутку И рассказать Что какая-то молодец И показать как было Я и сфоткала Было стало Я купила специальное зеркальце С подсветкой Как у докторов Чтобы можно было Вот так знаете Прямо увидеть Что у тебя там находится Я кстати мечтала Такое с самого детства Мне всегда хотелось видеть Что у меня там между зубами Она отошла только к вечеру Прям вот когда Анестезия полностью отошла При том что У них знаете В клинике Какая штука есть Они после седации Дают мороженое Ребенку Прямо в кресле Там еще игрушку дарят Можно выбрать любую игрушку Я вспоминаю свою стоматологию Где просто было Какое-то максимально Моральное насилие Там тебя еще обосрут Тысячу раз за то Что у тебя такие зубы Хотя ты в этом не виноват Напугают Запугают Скажут Терпи блин Сейчас я считаю Это просто Офигительные условия Наверное У наших Там детей У внуков Вообще будут Супербыстрое лечение Сразу же Всей полости рта Или какой-нибудь Знаете Суперзащита От кариеса Вот сейчас тоже есть Такая штука Такая процедура Когда покрывают Эмаль Специальным средством И это защищает от кариеса Но это по-моему Нужно сделать Зубами Которые уже выросли То есть коренные В смысле Не молочные Я посоветую С нашим стоматологом Если она порекомендует Мы обязательно это сделаем Как-то называют защитой фиссур Как-то Или минерализация фиссур Потому что Блин У нас максимально классная гигиена И сладкого Ева ест немного И полощет она зубу После каждого приема пищи Чтобы вот это все Выполаскивалось Потому что Остатки пищи Это самый главный провокатор Но Я думаю Что дело не в этом Точнее Это плюс огромный Я не знаю Что было бы Если бы не все эти наши действия И они 100% не лишние Я не считаю Что типа Да, можно ничего не делать Нет Это все Огромную роль играет Но Более важная Возможная Или такая же важная Составляющая Это Состав слюны Например Достаточно ли в этой слюне Минералов Которые защищают Естественным путем Эмаль от Кариеса Такое ощущение Что сейчас Либо малоизвестно Это все Либо даже Невыгодно Чтобы мы знали Потому что Деньги, конечно Оставляешь В стоматологии Немалые У нас у Евы Вышло 28 тысяч За вот Эти два зуба Это был маленький Кариес Очень маленький У нас вот Следующий у нее прием Будет довольно большой Кариес И Надеюсь Там не пульпит Ева Сделала 25 тысяч Шагов Говорит Денис И уснула Ну где-то так Смотрите Если я сделал 15 тысяч Шагов То я его сделала Примерно 25 И сегодня Точно Уровень Спокойствия Когда у тебя Второй ребенок Просто уже Звуки вот такие Я бы сегодня Уснула За 13 секунд Сели машину Я пока Тресекнула Я пока обходила Как машина Чтобы сеть Сажусь Она спит Шучу Но уснул очень быстро Просто сразу Я не розового котенка Не включал Я включил свой Активный бузон Она сразу Все равно У меня знаете Как будто тоже был Сегодня поход По разным паркам Нашего города Мы вообще Мне кажется С миром Не останавливались Ты пришла помогать? Купил тебе новую бутылку Саша меня жалеет Цвет ужасный Офигенный цвет Зелень Там Если вода Зацветет То не видно будет Налета Зеленого Я пришла К нам Прошу сниматься Ты помидорку Что ли хочешь? Мира Они грязные Не надо Они грязные Не трогай У нас помидоры На подоконнике Из деревни Видите? Вот такие кусочки Их тут очень много Да, я понимаю Ты хочешь? Смотри Смотри Так выглядит Рип Ну это не ням-ня Надо пить Маме Видели Пацан Мух Настоящий Пацан Мух С настоящими Семечками Но если честно Мне они не сильно нравятся Потому что я выросла На жареных Уже рафинированных Вот этих вот Убогих Ну вкусных, конечно Но Денис говорит Убогих А они прям такие Молочные Лицо блестит Душа сияет Все потому что Дрип у меня в руке У меня романтика На балкончике Денис хотел сейчас пойти Вещи Принести Из С парковки Из машины Я говорю Подожди Я же только заварила Дрип Где твоя Кофейная солидарность У нас Если кто-то Заваривает Дрип У этого человека Есть Легальный Легальная Возможность Уединиться Побыть Одному Ну поделать Вообще Что хочешь Денис любит Смещать Дрип С шахматами С партией шахмат А я люблю Просто Побыть Одна Немножко На балконе У нас Вот в эту погоду Как раз Самое вообще Чудесное То есть Он же у нас Не отапливаемый Не отапливаемый Поэтому Зимой Мы конечно Здесь не существуем Не полезно Но это можно А летом Здесь безумно жарко Из-за того Что сюда Выводится Кондиционер И в целом Потому что Здесь Балкон Нагревается А вот когда 20 градусов Здесь просто Идеально Ты же выспалась? Да Смотрите Выводится Мира Искала Хотела Потому что Удобно Когда Они вот так Хранятся В темном месте Вот здесь Так вот Закрывается Все В косметичке Я храню В основном Роллеры Потому что Они сюда По высоте Не помещаются А это Прямо Чистые масла Без Базового Масла И их уже Добавляем Несколько капель В диффузор Кстати Если хотите Вдруг погрузиться В тему масел Поглубже Вот здесь Сейчас Появится QR-код На наш Подкаст Который Мы в Телеграме Проводили С моим Ароматерапевтом Ответили Там На все Вопросы Мешают Смесь Приятную Мелиссу Клементин Лимончик И Можжевельник Смотри Как это танцует Ева Вышла Со своей Колясочкой В нее Поместилась Мира Молодец Ура У нас Во дворе Банда Которая Любит Миру Очень Любит Чего-то Попу Снимаю Нормально Здесь Много Детей Разных Возрастов От 4 До 12 Добрый вечерок Мы Уже Искупались Занимаемся Всякими Гигиеническими Штуками Перед сном Кстати Вы заметили Как у меня Улучшилось Коже Состояние Кожи У меня были Проблемки С комедонами В этой части Стоило всего лишь Обратиться К косметологу И признаться Что это Как бы Ненормально И что Правильное питание И здоровый образ жизни Ну как бы Это конечно Классно Но они Не решают Все проблем И есть Кожные Заболевания Которые Самостоятельные Независимые Так сказать И мне Прописали Просто нужные Мази Которые Кстати Можно на ГВ И Привет Чистая лицо Уже Стабильно 4 месяца А уже Потом В дырках Поселяются Бактерии Ооо Пещера Вот что Я понял Пещеру Лазили Прикольно Да У нас Экзекуция Продолжается Всегда Вот За таким Освещением Это монопучок И нитка А еще Вот этой штукой Можно увидеть Я люблю Вот этой штукой Смотреть Поближе Пломбочки Посмотрит Как это делает Пломбочки Или Или Кариус Кстати говоря А покажи Ева Как у тебя Шатается зуб Просто Он держится Он просто На сопельке Он болтается Уже Как на нитке Мы с вами Прощаемся Пока Пока Говори Явы Я тебе еще Не все почистил Кто уступит Кто уступит Кто уступит Кто уступит Кто уступит Мелкий нож Большой нож Мелкий нож Уступил Интересно Что будет дальше Когда мелкий нож Вырастет И тоже будет Заявлять О себе Он скажет Я уже не мелкий нож Я уже средний нож Субтитры сделал DimaTorzok